Да, это «Особое мнение» на 101.0. Меня зовут Владимир Сметанин. Здравствуйте. Со своим особым мнением сегодня в нашей студии Михаил Курашин, вице-спикер Законодательного собрания Кировской области. Михаил Вячеславович, добрый день. Добрый день. Традиционно напоминаю нашим слушателям о том, что на нашем сайте хакирова.ру есть аудио-видео-трансляция нашего эфира. Кроме того, вы заранее можете узнать, кто у нас будет гостем особого мнения. Если у вас есть вопросы, эти вопросы задать. Хочу начать со следующей темы. Ровно неделю назад Октябрьский районный суд города Кирова разговор фигурантом дела о купле-продаже акции Уржомского спиртоводочного завода, в том числе из зала суда был освобожден ваш коллега по ОЗС, Олег Юрьевич Беезин, депутат, предприниматель. Вы с каким настроением, с какими эмоциями восприняли эту новость? Вообще любые события, факты, которые происходят в отношении коллег, депутатов, вне зависимости от фракции, вне зависимости от каких-то иных разногласий, которые могут возникнуть в процессе работы, но так или иначе связанные с ними лично, они воспринимаются всегда достаточно болезненно. И то, что происходило у нас последние два года, по каждому, наверное, депутату, который так или иначе оказался то в зоне внимания правоохранительных органов, то в каких-то иных неприятных ситуациях, неприятных моментах, все это, естественно, вызывало такое негативное личное отношение к этой ситуации. И, соответственно, если рассматривать ситуацию, связанную с оправдательным приговором, ну, естественно, что я рад не только за Олега Юрьевича, но и за всех остальных, кто так или иначе оказался втянут в данный процесс, не берусь судить, обсуждать решение суда, потому что, ну, не являюсь юристом и, как следствие, соответственно, в процессе не особо глубоко разбирался в тех вопросах, какие предъявлялись претензии, какие аргументы к этому приводились, то есть в общих чертах представления имеются... что, все-таки, считаю, и это моя позиция, что данное дело все-таки имело некий заказной характер, опять же, можно там выдвигать разные версии, все-таки это политический заказ или это экономический заказ, ну, считаю, что все-таки заказной характер дело было, поэтому там, то, что сейчас оправдательный приговор вынесен, считаю, что, наверное, это все-таки хороший знак того, что заказные дела против депутатов, наверное, будут прекращаться. Но Вы, как активный пользователь интернета, не могли все-таки, да, не заметить, судя по комментариям, да, как народ воспринял эту новость, ну, ликование, я бы даже сказал, в какой-то степени. То есть общественное мнение, вот, судя по комментариям, оно настроено было в пользу? Ну, скажем так, общественное мнение внутри интернета, да, потому что, там, могу сказать, что, там, в разных средах это разное мнение было, там, тоже разным, да, то есть есть люди, которые не применительно, там, к этому судебному разбирательству, а применительно, там, к прошлому опыту или, там, к прошлой истории, там, основателя фирмы «Глобус» или, там, к нынешней истории имели, там, много претензий и высказывались по-разному в отношении того, там, справедливо, несправедливо он привлечен к ответственности. Ну, собственно, как и, там, по всем резонансным делам, да, то есть, там, много ведь всегда говорилось о, там, неких связях, там, того же Сергея Лузянина с криминальным миром, но в то же время, там, человек из года, из раза в раз избирался, имел высокий уровень поддержки в Новецке, и можно, там, примеров привести достаточно много, поэтому, там, то, что интернет-среда прореагировала таким образом, ну, это, там, дело тех людей, которые, вот, интернет-среде в этом сообществе, там, действительно, если они, там, разделяют радость, что, там, оправдательный договор, я думаю, здесь тоже речь идет не столько о радости от оправдательного переговора, сколько от понимания того, что, все-таки, вот, там, заказные вещи, это не должны проходить. То есть, одно дело, когда… – Ну, сейчас, видимо, ничто не мешает, и никто не мешает, да, Олег Григорьевич, вернуться обратно в региональный парламент, стать на национальный парламент? – Да, с него полномочия не сняты, и поэтому он у нас был и остается, и, там, весь этот период в рамках пленарных заседаний он голосовал по доверенности. – Ну, и сейчас многие задаются вопросом, как известно, с августа 2013 года, да, находились фигуранты дела под арестом, больше, по-моему, полутора лет прошло, и вот задаются вопросом, а, собственно, какая компенсация-то сейчас будет за проведенные в заточении дни, месяцы, годы, и имеет ли право, в частности, березе… – Ну, опять же, там, мы с вами рассуждаем не как юристы, да, то есть, понятно, что, там, наверное, с юридической точки зрения более точные и компетенты ответы… – Ну, судья, там, право на реабилитацию, собственно, подтвердил. – Соответственно, там, какой размер компенсации может быть юридически, там, это уже будут решать юристы. Мне кажется, что, ну, в этой ситуации лучше всего скорее забыть все это, да, потому что мы понимаем, что все вещи связаны с продолжением этой темы, и сейчас уже будут работать не на депутата Березина и не на его коллег, которые там тоже достаточно известны люди, вот, поэтому, могу предположить, что никаких, там, акций по получению материального или морального ущерба, компенсации, да, то есть, не будет. – Ну, вообще, в России, по-моему, не часто такое бывает, когда человек в отношении человека возбудено дело, ведется следствие, выбирается мера пресечения ареста, а потом его оправдаются. – Это, это, это система, да, то есть, здесь мы будем говорить о том, что, там, да, к сожалению, там, наше законодательство, в отличие, предположим, там, от того же, там, европейского или американского, построено не на прецедентных вещах, да, то есть, не на прецедентном праве, а на нормах, и в результате, там, все разговоры с юристами приводят к, озвучиваются мысли о том, что, как бы так, заходя в процесс, очень сложно вообще понять реакцию судей на то или иное, то есть, там, в условиях прецедентного права, по крайней мере, там, можно понимать по зажившейся судебной практике, как принимались решения по аналогичным делам, у нас, к сожалению, такого нет, да, и поэтому, как повернет, там, суд, в каком настроении придет судья и какой, там, итоговый приговор будет, даже в условиях, там, объективного рассмотрения дела, там, предугадать достаточно сложно. – Ну, вот как раз-то по теме экономических каких-то незаконных вещей и наказаний за эти действия. Стало известно буквально на днях, что Министерство экономического развития разрабатывает законопроект, который расширяет перечень экономических преступлений, по которым обвиняемый может быть освобожден от уголовной ответственности, если преступление совершено впервые, возмещен ущерб и уплачен штраф государству. Распространяется это предложение на такие статьи, как уклонение от уплаты налогов, незаконное предпринимательство и другие статьи уголовного кодекса. Вы как оцениваете вот эту инициативу не сажать человека, если впервые, если он все возместил и раскаялся? – Начнем с того, что, на самом деле, на сегодняшний момент, опять же, не по судебной практике, а вот по данным, которые имеем мы с точки зрения работы с бюджета, могу сказать, что людей, которые отлавливались и подвергались наказанию по этим статьям, вообще считанные единицами. То есть эти статьи, я думаю, что в большей мере не рабочие с точки зрения того, чтобы решать те задачи, на которые они нацелены. А это задача легализации бизнеса и увеличение доходной части бюджетов. Они не рабочие. Соответственно, как бы так, ну, меняет наказание в ту или другую сторону. Все зависит от того, как будет организована работа. К сожалению, и об этом много говорится, вся там активность, связанная с легализацией бизнеса опять упирается, точнее, не упирается, а опирается на тех, кто и так работает в белой. То есть их начинают там всевозможным образом проверять, их начинают там прессовать и так далее и тому подобное. Работать с теми же, кто работает в тени или кто работает незаконно, занимается предпринимательской деятельностью, ну, этой работы практически нет и не отмечается. А пути-то есть, механизмы? Вот в том-то и дело, что, на мой взгляд, да, тут две проблемы. Первая проблема – это отсутствие реальных таких механизмов, да, там, выявлений, потому что, ну, мы с вами понимаем, что доказать незаконное предпринимательство крайне тяжело. В первую очередь, там, за счет того, что предпринимательство считается периодической деятельностью по извлечению прибыли, то есть она должна быть многократно. Там, доказать многократно достаточно тяжело. То, что касается уклонения от налогов, ну, опять же, там, для того, чтобы зацепить за уклонение от налогов, необходимо, чтобы, там, данная структура, там, хотя бы чистились налогоплательщиками. У нас же большинство, там, бизнеса, которые находятся в тени, не чистятся налогоплательщиками, поэтому налогу их проверить не может, их нет для налога. И вот, вот, как раз отсутствие механизмов, как у отдельных структур, а самое главное, на межведомственном уровне, да, там, создает, вот, определенные такие, там, коллизии, когда зацепить серый и черный бизнес, там, невозможно. Поэтому, там, изменения, ну, на мой взгляд, существенно на ситуацию не повлияют. Хотя, там, ну, опять же, с точки зрения, предположим, интересов области, мы понимаем, что, все-таки, ситуация, когда основная часть налоговых поступлений, это, там, НДФЛ, а в нашей области платильщиками НДФЛ в основной своей массе является бюджетная сфера, то получается, что мы качаем из бюджета бюджет, да, там, эта ситуация неправильная. За полососудом друг друга. Да. Эта ситуация неправильная, нам необходимо увеличивать дозу налогов, поступаемых от экономических субъектов, в первую очередь от малого и среднего бизнеса, а для этого необходимо принимать какие-то меры для того, чтобы бизнес, все-таки, выходил в светлую, начинал платить, начинал официально трудоустроить людей, платить им нормальную заработную плату, то есть то, что, предположим, там, с середины прошлого года заявлялось, там, и губернатором, и то, что закладывался в бюджет, и то, что сейчас на каждой встрече с главными говорится о том, что там необходимо активизировать эту работу. На этом фоне разговоры о послаблении, ну, на мой взгляд, не совсем уместны, да, то есть здесь необходимо более, наверное… Мне почему-то всегда казалось, что всевозможным контролирующим органам, в том числе налоговым, как-то просто лень возиться с этими, с мелкими сошками, да, с мелкими, с малыми предпринимателями. Доказать… Им интереснее работать, все-таки, с крупником. Да нет, им, условно говоря, интереснее работать с теми, кто на поверхности, кто готов к ним прийти, кто к ним ходит, да, там, кто приносит все документы, с которыми можно работать и так далее и тому подобное. То есть вот с ними это работать проще, да, они никуда не денутся. А вот там действительно искать, работать, там, условно говоря, по каждому факту, там, собирать необходимую доказательную базу, там, уклонение от налогов и так далее. Вот это тут уже достаточно тяжело. Ну, не могу я просто не поднять тему капитального ремонта. В частности, 31 марта она обсуждалась на дискуссионной площадке клуба «Вечерний». Как известно, еще 17 марта Сергей Доронин, депутат от Кировской области, внес в Госдуму законопроект о пристановлении взаимания оплаты за капремонт до 2020 года. Обращение к спикеру Госдума Сергею Марушкину было подготовлено Дмитрием Русских. Этот вопрос ставился на пленарном заседании 26 марта, да, на пленарном заседании ОВЗС. Не поддержали депутаты. Вернее, 24, по-моему, человека воздержались и, собственно, не приняли. Ну да. То есть, я думаю, что 24 воздержалось и 5 не голосовало. Вы как? Я поддержал данное обращение и могу сказать, что наша фракция поддержала это обращение в своем там абсолютном большинстве. У нас только один человек воздержался. Вот. Хотя мы не принимали решение по фракционному голосованию. Это обращение было не только Дмитрий Русских. Там, на самом деле, несколько инициаторов, в том числе, один из депутатов нашей фракции. Поэтому мы считаем, что данное обращение можно было бы направить. В нем мы не увидели и не видим ничего страшного, если представитель Госдумы увидит реакцию… Это не законопроект, это обращение, да? Да, да. Увидит реакцию своих коллег. Тем более, что законопроекты в Госдуму вносит не только Доронин, насколько я знаю, там есть еще несколько законопроектов, которые так или иначе к этой теме возвращаются. Речь идет не о том, чтобы все-таки отменить законы и эти взносы, потому что все понимают, что проблему с капремонтом решать надо. Речь идет о том, чтобы приостановить, заморозить действия закона хотя бы до января следующего года. То есть в связи с тяжелой ситуацией. Никто не говорит о том, что там какие-то есть иные причины. Все понимают, что ситуация на самом деле тяжелая. И тяжесть этой ситуации вложится в первую очередь даже не на бюджеты, а именно на жителей. Вот вчера я был в Котильниче, мы вчера с местными депутатами разговаривали. И как бы так, там тоже есть четкое понимание, что народ не отказывается платить. Но народ говорит, дайте вот, помогите хотя бы в том, чтобы там не все сразу. Потому что там ситуация в Котильниче и так по коммуналке достаточно тяжелая. То есть высокая стоимость коммунальных услуг связана с отоплением. И если на это еще бросить к обзносу, да еще и помимо всего прочего, подорожание цен и так далее и тому подобное, получается достаточно ощутимый удар, который нанесен единовременно. И вот в связи с этим народ-то как бы говорит о том, что давайте хоть что-то по возможности мы будем соотносить. Не вижу ничего крамольного в том, чтобы это все-таки сделать. Потому что там полгода, даже год, я думаю, что в ситуации с нашими капремонтами ничего особо не решат. – Это поправки в закон или какие-то… – Доронин внес поправки в… – Это какой-то отдельный пакет. Нет. Если все-таки уменьшать эту плату как-то… – Насчет уменьшать… – Разбивать… – Нет. Уменьшать плату… Плату мы передали тоже, к сожалению, но там большинством законодательного собрания передали право на установление вот этого взноса правительства. – Правительства. – Соответственно, если говорить об изменении этой ставки, то нужно работать с правительством. Но дальше там возникает вопрос относительно того, что эта ставка зависит от суммы, которая есть у самого субъекта и в конечном итоге зависит от того, сколько там федерация нам выделяет по программе переселения из веткового жилья и по аварийному ремонту. Поэтому вот здесь достаточно тяжело, проще и правильнее приостановить это на федеральном уровне. То есть, соответственно, там инициатива Доронина – это инициатива законопроект по изменению даты вступления в силу закона. Да? То есть, соответственно, мы… и обращение как раз касалось вот все-таки этого вопроса. – Ну, наши чиновники уже заявляли неоднократно о том, что в областном бюджете нет денег на субсидирование приставки. – Да. – Действительно нет? – Ну, действительно нет. Действительно. Я вам могу сказать, что, как бы так вот, если рассматривать там вопрос отсутствия денег в комплексе, то там многие может обратили внимание о том, что сейчас начинается волна относительно того, что проходит информация по сокращению в сфере образования, в сфере здравоохранения, да, там это тоже связано с тем, что на сегодняшний момент расчетно денег хватает на, грубо говоря, там 10-11 месяцев. То есть, соответственно, там понятно, что… очень надеемся, что к концу года ситуация изменится в положительную сторону или, по крайней мере, там, федерация. – За счет чего мы выплыть-то, собственно, можем? – Ну, за счет, наверное, правильно сказать, первое, там, за счет, все-таки, сбора собственных налогов, которые у нас возможны. И второе – это за счет помощи федерации, которая, ну, вот я считаю, что на курсовой разнице, в принципе, выиграла. Потому что, если там нас убеждали, что и резервный фонд, и фонд развития у нас все-таки там находятся за границей, находятся в валюте, то я считаю, что выиграешь в полтора-два раза, то он должен обернуться тем, что пойдет в регионы. Но пока, вот, там, меня самого позавчера возмутило сообщение о том, что, там, президент, или представитель президента, да, выделил, там, 7 миллиардов рублей на приобретение машин, там, для региональных чиновников. Ну, вот, абсолютно неуместно. – Тем самым, якобы, стимулировая отечественных производителей. – Вот, не эта тема должна быть, да. То есть, если мы хотим стимулировать, давайте мы, там, простимулируем население, давайте мы, там, за эти 7 миллиардов, не знаю, там, всех ветеранов, тружеников тыла, блокадников и, там, детей войны, сделаем им бесплатный проезд хотя бы, там, на полгода или на год. Вот это будет, там, стимулирование. – Ну, для сравнения, 7 миллиардов – это, практически, бюджет города Кирова. – Ну, да, около 9, да. – Есть у меня еще несколько тем, связанных с последним пленарным заседанием ОЗС, которое состоялось 26 марта. Как известно, на этом заседании в первом чтении был принят проект Закона о социальной поддержке семьи имеющих детей. Как пояснил глава Департамента социального развития Кирилл Лебедев, данный проект Закона разработан в целях оптимизации мер социальной поддержки с учетом критерия нуждаемости. По его словам, в законопроекте объединены все меры соцподдержки, это ежемесячное пособие на ребенка до достижения им возраста 16 лет и ежемесячное пособие на ребенка-инвалида, ежемесячные и ежегодные денежные выплаты многодетным малообеспеченным семьям, ежемесячная денежная выплата получена за третьим ребенком и последующими детьми, региональный материнский капитал. Хочу спросить сначала, вы как голосовали, но потом уже отношения… Я входил в состав рабочей группы по разработке данного законопроекта еще до момента. Я же являлся одним из авторов, кто вносил этот законопроект. И сразу же отмечу, опять же, на этой теме хорошо поспекулировали, но в конечном итоге обозначу несколько позиций. Первое. Ни одного уменьшения мер социальной поддержки по данному законопроекту нет. Все выплаты, которые, собственно, были в 21 законе, они все остались. То есть, вот это там важно понять. Что изменилось? Изменилось, во-первых, ведем принцип нуждаемости. То есть, на сегодняшний день данные меры поддержки будут оказываться, должны оказываться только тем, кто действительно в них нуждается. соответственно, отсюда мы говорим о том, что изменен порядок. А критерии нуждаемости? Критерии, они есть? Они будут определяться уже соответствующими непорядками удерживаемых правительств. И второе. Это вводится принцип, скажем так, трудового участия. То есть, речь идет о том, что некоторые меры распространяют только на людей, которые, находясь в трудоспособном возрасте, либо работают, либо имеют объективные причины не работать. То есть, это находится на учете в службе занятости или на учете в отпуске по уходу за ребенком. То есть, принцип такой, что человек в трудоспособном возрасте должен каким-то образом участвовать трудовым образом в жизни, он там тоже закрепляется. Потому что очень много примеров, когда люди официально не устроены или по каким-то иным причинам имеют достаточные доходы и в то же время пользуются льготами. И третий момент – это введен принцип выбора. То есть, непосредственно получателям предлагается самим выбрать, каков, условно говоря, пакет льгот они там хотят получить. Это тоже достаточно важный момент. И опять же, дело не столько в экономии, сколько в упорядочении. То есть, когда у нас при равных условиях семьи с равным достатком имеют разное количество суммы дохода по льготам, это тоже неправильно. Соответственно, здесь речь идет об упорядочении, которое позволит получить, и это там никто не скрывает, позволит получить экономию. Но эта экономия остается в этой же статье бюджета. То есть, она не идет ни на содержание органов власти, ни на ремонт дорог. Она остается в этой же статье бюджета. И во время пленарного заседания я обращался к депутатам, и в интервью, когда комментарии давал, я везде говорил о том, что дальше уже работа будет и общественников, и исполнительной власти, и депутатского корпуса в том, чтобы мы наиболее четко определяли группу нуждаемых и определяли меры поддержки, исходя из той экономии, которая у нас есть. Чтобы мы, условно говоря, эту сумму снова пустили в дело. Тогда это будет адресно, тогда это будет полезно, тогда это будет эффективно. Но, я так понимаю, сейчас ничто не мешает уже на пленарном заседании в этом месяце принять во втором чтении, да, этот законопроект? Посмотрим, какие поправки будут. То есть, пока сейчас рабочая группа и, собственно, поправки, и, там, пользуясь возможностью, в том числе, хотелось бы обратиться и к жителям, и к общественным организациям, если есть предложения по поправкам данных законопроект, ну, вот до 15 апреля можно их присылать на адрес ЗАГС Собрания, и тогда в рамках рабочей группы мы их будем рассматривать. Давайте сейчас перейдемся на небольшую рекламу, после которой продолжится особое мнение вице-спикера ЗАГС Собрания Кировской области Михаила Курашина. И сегодня это особое мнение вице-спикера ЗАГС Собрания Кировской области Михаила Курашина. Опять же, возвращаясь к пленарному заседанию ОЗС 26 марта, вы выступили со следующим законопроектом детям-сиротам в случае невозможности предоставления жилых помещений в пределах своего населенного пункта с их письменного согласия. Жилые помещения предоставляются в другом населенном пункте на территории Кировской области. В чем обоснование заключается эта инициатива? Ну, там на самом деле такая ситуация затянута и достаточно сложная. Два года назад приняли данную норму, по которой определились, что, условно говоря, у данного молодого человека есть возможность получения жилья по месту его регистрации, но в то же время этим же законопроектом ввели ограничения по пяти населенным пунктам Овецкой поляны, Киров, Кировчий перец, Слободской, Котельничьей. Понимая, что, собственно, если оставить открытыми эти населенные пункты, то, собственно, вся основная масса выпускников домов-интернатов и детских домов, она ринется в эти крупные города. Ну, потому что это самый крупный населенный пункт. И в этом случае возможности жилищного строительства в этих городах они не позволят обеспечить всех желающих. В результате мы получим много негатива и получим очередь. И два года назад по инициативе Александра Александровича Галицких, то есть данный законопроект был принят, и на тот момент он устраивал всех и юстицию, и прокуратуры. Но за эти годы, за два года возникла опять же судебная практика, было решение Конституционного суда о том, что данная норма является ограничением Конституции и федерального закона на право человека, выбор места жительства. В результате прокуратура вышла с протестом на то, что снять данные ограничения. Это было в октябре прошлого года. Была создана рабочая группа, которая в первую очередь начала изучать опыт регионального законодательства. Мы увидели, что во многих регионах данное ограничение действует, и там работает, и прокуратура молчит, но наша прокуратура не такая. И поэтому начали обсуждать возможные варианты выхода. Выяснилось, что собственно прокуратура уставила только один вариант, это снятие данного ограничения. Соответственно, мы договорились, что вот этот вопрос мы рассмотрим до марта, и потом принимаем решение, что мы идем по пути удовлетворения протеста прокуратуры, либо там другой путь, прокуратура идет против ЗАГС собрания в суд. Ну вот, собственно, мы сделали первый шаг для того, чтобы пойти на встречу прокуратуре. Это приняли в первом чтении закон, который снимает данные ограничения. Это основная часть данного законопроекта, там есть еще другие моменты, но основная часть. То есть, и, соответственно, вот сейчас закон находится принятым в первом чтении. Сейчас, я думаю, начнется работа, связанная с внесением поправок, с обсуждением. Но нужно понимать, что, собственно, как только он будет принят законопроект, мы попадем в ситуацию, когда очередь на жилье для данной категории резко увеличится. — А вообще у нас что с расселением детей-сирот? — Могу только предварительно такую информацию дать. То есть, буквально, я думаю, что, может быть, в апреле или в мае мы будем заслушивать контрольную счетную палату, которая как раз проводила проверку по вопросам обезмечения жильем детей-сирот. В целом, на уровне России Кировская область находится в лидерах по решению этой проблемы и с точки зрения очередности, и с точки зрения качества предоставляемого жилья. Но в рамках уже текущих вещей, то есть текущей оценки, есть множество вопросов, то есть там предварительно, которые контрольная счета палата уже озвучила, результаты своего исследования, там есть действительно вещи, над которыми надо думать. Так, например, из 700 квартир, которые были выданы, 200 пустуют. — То есть число построенных квартир… — Нет, они выданы, но они пустуют. — Число выданных превышает количество… — Нет, нет. 700 заявок было, 700 заявок выдано. На момент проверки выяснилось, что 200 квартир пустуют. То есть пустовать они могут по нескольким причинам. Первое – это то, что молодого человека не устраивает это жилье. Второе – в том, что он не живет на этой территории. И третье – в том, что ему не интересна вообще данная форма поддержки. То есть по закону обязательства выполнены, по факту больше третий квартир оказывается в таком положении. А мы понимаем, что передавая эту квартиру, соответственно, у того же молодого человека возникает ответственность по оплате коммуналки и всего остального. Есть ограничения по собственности. То есть пять лет он не может ее не продать, ничего не другое сделать. И в результате получается ситуация, что получая эту квартиру, они уезжают, предположим, на работу в Киров. А эта квартира у них стоит, долг за коммуналку растет, он ее не платит. И вроде бы как он выжидает пять лет, через пять лет он будет что-то делать с этой квартирой. Избавляться от него, соответственно, уже за значительно меньшие деньги, потому что все-таки обременение. Ну и есть еще единичные факты, связанные с тем, что предоставляемое жилье не соответствует требованиям. Это связано с тем, что в некоторых районах области у нас отсутствует жилищное строительство. То есть дети есть, заявки есть на жилье, но никто не строит. В результате вот они пытаются искать. Соответственно, это получается, что жилье бывает там достаточно старым. Ветхым. Да, там фонд ограниченный у местных администраций. В результате потом начинаются жалобы. Еще одна инициатива была озвучена на прошедшем пленарном заседании. Озвучивал ее, как известно, губернатор. Никит, был принят законопроект в первом чтении до 1 января 2017 года, приостанавливающий норму о бесплатном медобслуживании, санаторно-курортном лечении один раз в год с предоставлением бесплатной путевки и оплаты проезда к месту лечения и обратно для губернатора и членов его семьи, а также председателя областного ЗАГС Собрания и членов его семьи. И бывших губернаторов и представителей ЗАГС Собрания. Тут, наверное, уже по существеннее экономия получается. Ну, навскидку могу сказать, что, по-моему, в бюджете 2012 или 2013 года ЗАГС Собрания речь шла порядка полумиллиона, которая бронировалась в бюджете ЗАГС Собрания на эти нужды. Честно могу сказать, я не знаю там, кто как ее выбирал. В бюджете ЗАГС Собрания? Да. То есть, речь идет о действующем председателе и бывшем. И бывшем. Не знаю, кто как выбирал, кто куда ездил, кто куда не ездил, да, то есть, вот как-то вопрос меня не трогал. Могу сказать, опять же, там, свое отношение. Да, считаю, что в данном случае, опять же, на период тяжелого времени данное ограничение ввести было бы необходимо. Вот. Но, с другой стороны, считаю, что там путь, по которому пошел губернатор вместе с спикером, может быть, он не совсем верный. Ну, там, зачем вносить поправки в закон? Ну, два мужика, договорились, объявили, ведь мы помним, это там, три недели назад или там, сколько, четыре недели назад они объявили об этом, да, что там, мы не будем пользоваться. Ну, и как бы так, объявили и объявили, дальше там уже народ смотрит, мужики они или не мужики. Ну, не вынося в публике там между собой. Не внося изменений в законодательстве, потому что там, дальше мы опять ведь будем сталкиваться с многими вещами, да, там, не случайно этот вопрос на пленарном заседании вызвал такое бурное обсуждение относительно того, там, в двух чтениях принимать сразу, там, или в одном чтении, там, какие поправки, когда их носить и так далее. Вот, для простоты ситуации и получения, там, быстрого эффекта к применению затрат, там, ну, можно пойти было по этому пути. Мы объявили, что мы, там, два года этим пользоваться не будем. Не будем закладывать. Да, если там ситуация изменится в лучшее, там, ну, может быть, мы воспользуемся. Если будет так же тяжело, там, ну, откажемся еще, да, то есть, сейчас ситуация такая, что, там, а если через два года не будет легче, да, там, будем снова принимать закон о том, чтоб еще продлить. Ну, неправильно этот ход, там, он нелогичен, и, как бы так, с точки зрения, там, общественного восприятия, это раздражение, это провокация общественного мнения, вот вы, там, рядитесь по поводу своих, там, привилегий, но не пользуются ими, вот, там, губернатор заявил, что не пользуются, там, представитель ЗАГСобрания говорил, что он, там, раз или два пользовался, там, бывшие, не могу сказать, не знаю. Да, то есть, ну, неправильно. Тут было бы, возможно, еще логично отказаться, вот, до этого срока, до 1 января 2017 года, уходить в отпуск у губернатора и председателя ЗАГС. Нет, за свой счет. За свой счет, ребята. Ну, опять же, не надо, вот, здесь совсем-то уж, как бы так, выворачивать все наизнанку, да, там, работа, там, губернатором, председателем ЗАГС, или, там, простым чиновником, это работа, и, там, человек выполняет эту работу, и он устает, и он, там, так же, как человек, работающий на заводе, или человек, работающий, там, в бизнесе, или, там, в колхозе, он, соответственно, выполняет работу, и то, что он получает, он получает за свою работу. Поэтому он должен и отдыхать, и у него должно быть праздничное, и у него должно быть все остальное, как у всех людей, которые работают. Поэтому, там, когда говорят о том, что, там, давайте-ка от всего отказывайтесь, ну, тоже неправильно, там, многие люди, извините, там, тоже живут, не особо шокуют. Там, миф о том, что в сером доме, там, большие заработные платы, ну, это миф, не более того. У нас остается буквально 2-3 минуты, и я хотел бы, чтобы вы еще вот какую тему, вернее, тему прокомментировали. Совместно с областными депутатами заседали еще и городские, и вот перед городскими депутатами выступил глава Кировской администрации Александр Перескоков. Он вот какие структурные объединения, точнее, новшества обозначил в структуре городадминистрации. Появится отдел по обеспечению деятельности главы администрации и противодействию коррупции. На этот отдел будут возложены функции по профилактике коррупционных правонарушений, по контролю с соблюдением муниципальными служащими законодательства и так далее, и так далее. И также будет создан отдел по работе с обращениями граждан в связи с важностью и значимостью регулирования данных вопросов. Вот ваше отношение к этим изменениям. Мое отношение вообще ко всему этому, что творится в городской администрации, что в нашей, вот уже пора прекращать вот эти все структурные изменения и начинать уже делать чего-то конкретное, чего-то полезное. Потому что уже интрига на уровне формирования структуры правительства, она уже не актуальна, она уже не интересует, и все уже говорят, ну, скорее бы уже хоть кого-нибудь утвердили министрами, главами департаментов, и они начали бы работать. Потому что, ну, крайне тяжело сейчас, там, с теми же главами, которые говорят, мы даже не знаем сейчас, к кому обращаться и как вопросы решать. То же самое и здесь. В этой связи, там, по холю нашего ЗАГС-собрания, которая вопросы по своей организационной структуре решила в первые два заседания. Первое заседание, когда, там, прокатили, там, предложение оппозиции, на втором заседании, там, предложение по четырем замам, там, утвердили. Существующий, текущий созыв, да? Да, утвердили, то есть в два месяца мы вопрос, там, с организационной структурой решили, там, и дальше начали работать. Хорошо ли, плохо, это, там, судить уже потом будем. То же самое и здесь, вот, как бы так хотелось бы, чтобы уже начали работать. А там в какой-то структуре будет, там, это уже, уже не принципиально. Ну, все-таки отдел по борьбе с коррупцией, вот, окрестили пчелы против мёда, все против себя, боролся бы там. Ну, опять же, ну, может быть, мы увидим результат. Там, ну, зачем изначально уже вешать ярлыки и говорить, что все плохо. Может быть, действительно будет результат. А может, мы не увидим результат, но, действительно, там, администрация внутри себя эти вопросы сама будет решать, и, как бы так, вопросы будут сниматься, и, там, администрация начнет работать по-другому. Ну, что ж, завершается особое мнение. Сегодня это особое мнение Михаила Курашина, вице-спикера ЗАГС-Собрания Кировской области. Спасибо, до новых встреч. До новых встреч, спасибо. До доброго.